Еженедельное оперативное совещание состоялось в администрации района. Здесь рассмотрели вопросы строительства перинатального центра, вопросы уборки снега на связи с погодными условиями. Ввел совещание исполняющий обязанности руководителя администрации Алексей Валов. Обсуждались меры по улучшению инвестиционного климата в отношении не только новых проектов, но и давно работающих в районе предприятий. На финишной прямой находится введение в строй нового корпуса завода, ставшего флагманом российской фармацевтической промышленности. Это ООО «Валент фармацевтика», одно из крупнейших предприятий на российском фармацевтическом рынке. На прошлой неделе посетил новый завод компании, обсудил с руководством возможные меры поддержки стран администрации. Конечно же, окажем необходимую помощь для скорейшего ввода новых производственных вещей в эксплуатацию. На совещании была поставлена задача ввести в ближайший год-два в оборот все неиспользуемые сельскохозяйственные земли. Муниципалитетам необходимо будет отчитываться по показателю целевого использования земли. Это должно привести к тому, чтобы к 2020 году не осталось простаивающих сельскохозугодий. В Щелковском районе таких земель сейчас имеется более 3200 гектаров. Их собственникам предстоит либо самим заняться земледелем, либо сдать гектары в аренду сельхозпроизводителям. Необходимо будет со всеми собственниками, данные о них вы знаете, провести беседу, подписать дорожную карту, обводим оборот сельскохозяйственных земли. Дальше собственник распахивает эти земли. Либо собственник, если он сам не будет возделывать, то будет заниматься сельскохозяйством, то предоставляет сельскохозяйственным организациям в аренду. На оперативном совещании рассматривались не только проблемы экономической и хозяйственной жизни. Среди направлений в работе администрации было мероприятие, имеющее отношение к чисто гуманитарной сфере. Алексей Ивалов поблагодарил чиновников, которые приняли участие в акции «Покорми птиц». Вышли на парковую улицу и, соответственно, с детишками, что, кстати, явилось первым вариантом. Спасибо нашим коллегам, которые отработали его, когда мы вывели детишек и показали подрастающему поколению, как они могут заботиться о пернатых для того, чтобы они перезимовали зиму. Спасибо тем коллегам, которые это организовали. Из важнейших событий прошедшей недели, безусловно, были крещенские купания. Для их проведения было организовано по всему району 11 купелей, где постоянно дежурили медики и полиция. Алексей Ивалов отметил, что в этом году крещенские купания были более массовыми, чем в прошлом. По официальной информации, в них приняло участие 7 тысяч человек. Однако эта цифра, оказывается, не полная. Кстати, 7 тысяч человек – это не точная информация, потому что на следующий день люди шли, 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 а мы срез сделали, наверное, на 2 часа на уроке. Всего на совещании было рассмотрено более 10 вопросов. Андрей Цеханович, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».